За последнее время новый вирус стал всё больше проникать в наши страны. Число заболевших уже перевалило отметку 4 миллиона, и когда всё это закончится, неизвестно. Так давайте разберёмся, в чём же разница между коронавирусом и обычным гриппом. Обе болезни представляют собой острые респираторные вирусные инфекции. Они могут протекать бессимптомно в лёгкой или тяжёлой форме, в том числе с риском летального исхода. И грипп и ковид могут вызывать пневмонию, то бишь воспаление лёгких. Также они имеют похожие способы передачи – контактным путём, воздушно-капельным и через предметы или поверхности. Как видно, две инфекции имеют множество общих характеристик. Но почему же от сезонных вспышек гриппа не закрывают границы, не вводятся карантины и не проводится глобальная самоизоляция? Видимо, в этом случае различия намного важнее. Грипп впервые открыли ещё в далёком XIX веке. Со времён пандемии испанского гриппа в 1918-м человечество значительно продвинулось в изучении этой инфекции. В настоящее время выявлено более 2000 вариантов вируса гриппа. Сейчас же существует 4 типа вируса сезонного гриппа – типы А, Б, С и Д. Вирусы гриппа А и Б циркулируют и вызывают сезонные эпидемии болезни. Коронавирус же не так давно появился в нашем мире. На январь 2020 года семейство вирусов включает в себя 40 видов РНК-содержащих вирусов. Также известно 7 коронавирусов, поражающих человека, в том числе и наш гость SARS-CoV-2. Инкубационный период, то есть время от заражения до появления симптомов болезни, у гриппа может колебаться от нескольких часов до трёх дней. У ковида же по последним данным это время может растянуться до 5-6 дней. В то же время грипп распространяется намного быстрее, чем ковид. Также важно отметить, что в случае гриппа наблюдается распространение болезни среди детей, а коронавирус заражает прежде всего взрослых, от которых уже заражаются дети. Давайте рассмотрим симптомы вирусов. У коронавируса наблюдается часто повышенная температура и сухой кашель с болью в груди. Иногда есть усталость, боль в суставах, в горле, головная боль и одышка. Насморка и чихания практически нет. У гриппа наблюдается часто повышенная температура, сухой кашель с болью, усталость, боль в суставах, головная боль и одышка. И иногда есть насморк и боль в горле. Как видно, симптомы довольно хорошо отличаются. С гриппом человечество сталкивается каждый год. По данным ВОЗ, ежегодно сезонным гриппом может заболеть до 15% населения. А это на минуточку, чуть больше 1 миллиарда человек. Учёные проводили исследования в течение 6 лет и выяснили, что только у 23% заболевших гриппом проявляются симптомы. И всего 17% из них обращались к врачу. То есть подавляющее количество заболевших даже не подозревали, что болели, но при этом они оставались носителями вируса. От этого следует, что ежегодные эпидемии гриппа приводят к 3-5 миллионам случаев тяжёлой болезни и до 200 тысяч летальных исходов. COVID-19 начал свою деятельность лишь 4 месяца назад, и за это время успел заразить больше 4 миллионов человек по всему миру. Летальных исходов на сегодняшний день – 280 тысяч. На примере США можно посмотреть, как различаются на сегодняшний день два вируса. Пиком эпидемии и сезонным гриппом в США был 2017-2018 год, когда общее число заболевших составило 45 миллионов человек, а умерло 61 тысяча. COVID-19 в США болеет сейчас 1 миллион 300 тысяч человек, а летальных исходов уже 80 тысяч. Как видно, коронавирус показывает себя намного опаснее. Ведь по этим цифрам получается, что летальность от гриппа – 0,13%, а от COVID-19 – 5,9%. В глобальном плане смертность от гриппа обычно держится на отметке 0,1%. По другим же данным она доходит до 1. Коэффициент смертности от коронавируса сейчас достиг 7%. Против COVID-19 нет доступных вакцин или разрешенных для применения именно против этой болезни лекарственных препаратов. В то время как против гриппа есть и противовирусные препараты и вакцины. Но вакцины эти не настолько эффективны, как хотелось бы. Поэтому их рекомендуют делать каждый год, ведь иммунитет к вирусу ослабевает, а сам грипп ежегодно мутирует и меняется. Про вакцины от COVID-19 еще рано говорить, ведь они еще только на первых стадиях разработки. По прогнозам ученых, действующую вакцину для людей могут создать к 2021 году. Но не будем думать о плохом, лучше будем надеяться, что скоро все это закончится и мы снова сможем жить обычной жизнью. Если тебе понравился видос, оцени его и поделись с друзьями. Субтитры создавал DimaTorzok